О билдах можно говорить долго, бесконечно, вечно, так сказать, рассказывать про какие они бывают, убийства в корпус, убийства в голову, танк и билды и так далее, так далее. Я приверженник более классической схемы, то бишь танк саппор ДД и без всяких там билд на коне, билд ПВЕ, билд ПВП в этой игре, в ПВЕ можно убивать хоть с ножа без карточек вообще, боты не представляют особой опасности. И я запускаю серию видео про билды с моей точки зрения, и в конце всей этой серии я покажу вам небольшой сюрприз, как взаимодействовать всеми этими билдами в одной команде и для чего это надо. То есть я не буду рассматривать отдельно танк и билд и как с ним играть в ПВП, я не буду рассматривать отдельно ДД билд, я расскажу какие билды есть, а в конце подведу, создам отдельный ролик, где расскажу, как этими билдами можно взаимодействовать в одной команде. Ну и начать соответственно хочется с чего, с чего, с чего начать, а начать хочется с обновления самогонщики, которые добавили нам фикс карт, а точнее улучшили карту промерливый гаденыш, что делает мили билд очень даже играбельным билдом. Ребята из моей тимы помогли мне организовать обзор видео, то бишь готик элк и варвар 9, видите, помогли сделать обзор конкретно именно этой карты. И промерливый гаденыш открывается с 50 уровня, она дает возможность вам избегать урона прямого попадания от пистолетов, карабинов, от всего, кроме того, что использует оптический прицел, то есть каркана, болтовка с откидным затвором и лук. На вас можно поставить метки, но урон не пройдет, вы соответственно тоже косой, как невозможно что. И поэтому эта карта идеально подходит именно для мили билда, либо для билда при дистанции которой стрельбы начинается очень-очень короткой. Как ей правильно пользоваться, мы расскажем чуть позже. Но вот на данный момент сухие опыты и цифры, и как это выглядит визуально работой этой карты. А что мы делаем сейчас? Я сейчас тебя стрельну со скаркана когда-то в этой хрени, через оптику. Так, готов? Да. Давай. О! А вот она попадает, все, вырвай. Чтобы ты увидел вообще, как ты отображаешься в прицеле. Ну давай сейчас лук, короче, я тебя тоже стрельну метким глазом. Не, давай яфти, ну ты давай. Давай сейчас, пока яфти, последний разок, раскрасить в черное. Скажешь, как будешь? Готов. Ммм, не готов. Давай. Ну да. Нет, давай еще раз, что-то мне показалось у меня. Кроме того, с этой способностью бегать можно, как угодно. Вообще, бегать, прыгать там. Ну, то есть, как вы можете видеть, это как раз годится для билда милишника. Причем, милишника не обязательно, там, допустим, с топором каким-то бегать и так далее. С любым оружием ближнего боя, в котором у вас может включаться меткий глаз. Проще всего, конечно, бегать с топором, потому что, ну, умножая и урон меньше, да и топор как-то понадежнее смотрится. Но, кроме этого, вы можете также бегать, например, с дробовиком, то есть, ближний бой вполне для вас подойдет. Потому что, когда вам надо, вы можете эту способность выключить и нахреначить, так сказать, сопернику по самые помидоры. Давай отследуем. Давай, врубай. Да. О, нихуя. Я в тебя вообще попал? Ну, да, один раз попал. Это когда у тебя закончилось или нет? Нет. Когда я... Ты перестал раньше стрелять. Сейчас я опять выпью. Давай еще раз вот можно. Готов? Да. Давай. А мне, раз попал. Охренеть. Ну, ты видел, как у тебя прицел становился, да? Да, да, вообще так же. Вот прикол этой карты. То есть, на оптику это не влияет, на лук это не влияет, на меткий глаз это влияет. Ну, и теперь пройдемся по картам. Помимо использования пронерливого гаденыша, нам нужна карта на короткой дистанции. То есть, ее тоже пофиксили после этого обновления. Теперь урон где-то на 20-25% выше. Соответственно, она нам нужна. Нам нужна карта не мигающего взгляда. Для того, чтобы меньше тратить меткого глаза во время того, как мы его используем. И третьей карты я посоветую вам брать либо на пике формы для увеличения урона, либо железно-легкая для уменьшения входящего урона к вам. Карту на пике формы надо брать, если вы в мили-билде. Карту железно-легкая нужно брать, если вы с дробовиком играете. То есть, когда вы отключаете, по вам урон все равно так или иначе будет проходить. В мили-билде вам не обязательно даже отключать способность. Основные характеристики игры в мили-билде, это в любом случае использование тоников. Больше не на здоровье, больше на меткий глаз. То есть, в любом случае, без этих тоников вы будете умирать очень часто. И использование способности, допустим, пинок под зад, нецелесообразно. Так как из-за того, что вы умираете, у вас будут восстанавливаться меткий глаз. Уж лучше выпить тоник за 2 доллара, чем, собственно, ставить слот пассивной карты пинок под зад. Важный момент. Когда вы используете пронырливого гаденыша, вы можете стрелять с разрывными. И пули будут лететь четко в цель. С дробовика, допустим, с пистолета. И по вам также урон будет проходить максимальный. Это раз. А второй момент. Во время использования способностей и, допустим, каркану с мелким прицелом, вы будете наносить урон. А по вам его не будут те, кто использует пистолет и карабины, соответственно. Нарезные патроны также не влияют на вашу меткость. И меткость вашего противника, когда вы используете эту способность. Даже карта выбора стрелка, которая увеличивает меткость, она также не влияет. Конечно, в идеале было бы вставить в этот ролик вставку в пвп, как играть с этой карты конкретно в пвп. Но, к сожалению, ни я, ни мои члены команды не играем с этой картой. Я лишь рассказал вам про милибилд. Если вы любите и у вас нету стресса, когда вы находитесь рядом с врагом, у вас отлично ближний бой. Вы можете делать удушение, прожимаете быстро кнопку F, делаете казнь ближнего боя. Просто я в этом плане немного криворук, и видео бы это смотрелось нелепо. Я лишь в теории рассказал, как эта карта взаимодействует. Посмотреть, как работает пронырливый гаденыш в пвп, думаю, не составит проблем у других блогеров, так сказать, других ютуберов, которые помогут вам с этим. За исключением одного момента. При игре с дробовиком на ближней дистанции, ваша основная теоретическая база должна быть такая. Вы врубаете способность, подбегаете к человеку, видите, что он начинает мешкаться, перестает стрелять, вырубаете способность, выносите, врубаете способность, убегаете, пьете тоник. А бить с топором, соответственно, все то же самое. Подбегаете под способностью, заходите за спину, за угол, неважно, чувак начинает паниковать, и вы его убиваете. Вот, собственно, основная механика игры. Играть с этим билдом в противоборстве самое золото. Играть в пве чуть-чуть посложнее, но тем не менее, также есть возможность. Играть в открытой сессии на длительных расстояниях, где в основном преобладают снайперы, к сожалению, бесполезно. Вы тупо не сможете даже добежать до цели. А когда вы добежите и убьете, она телепортнется от вас куда-то дальше, допустим, на гору, или еще что-то, где достать ее будет проблематично. А в режимах противоборств это, конечно, роскошь. Эта карта прям кайфушечка. Вижу ее крайне редко, но советую попробовать. Обязательно пишите свои мысли в комментариях, помогла, не помогла ли вам эта карта. Следующий билд будет уже с обзором именно видео, потому что все следующие билды я тестировал лично сам. Нарезка этого пвп показывает, что я вообще криворукий в ближнем бою. Не для меня, конечно, всякие ножи, топоры и метательные. И, соответственно, ну, показал как смог, так сказать, показал как смог. Не судите строго. Подписывайтесь на канал, вступайте к нам в дискорд. Помощь новичкам, повозки каждый день. Народу уже очень-очень много. И спасибо всем, кто поддерживает, ставит лайки видео, пишет хорошие, добрые комментарии, потому что это реально стимулирует делать контент для вас. Спасибо, с вами была Готика, Сократ, Элк, Варвард 9. Мы старались для вас сделать этот ролик. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...